Бесплатную приватизацию сделали бессрочной, а жить рядом с лесом станет накладнее. В марте вступает в силу ряд нормативных документов, касающихся самых разных сфер жизни. И вот что изменится в России уже с сегодняшнего дня. С 1 марта все, кто проживает около леса, должны заботиться о противопожарной безопасности. Как только растает снег, закон обязует расчищать территорию около дома. Придется убирать сухие ветки, валежник и горючие материалы. В общем, все, что может вспыхнуть от искры. Пройтись с мусорными пакетами придется вплоть до лесного массива, пока до Борони останется 10 метров. Есть другой вариант на весенний-летний период – оградить лес от своей собственности противопожарным барьером. С сегодняшнего дня бесплатную приватизацию жилья сделали бессрочной. Напомню, приватизация дает возможность человеку распоряжаться своим жильем, продавать, сдавать в аренду или передавать по наследству. Но став собственником, появляются новые затраты. После приватизации придется платить налог на недвижимость. С 31 марта магазинам, торгующим спиртным в розницу, запрещается одновременно оказывать услуги общепита. То есть придется выбирать либо торговля, либо продажи в розлив, так как на каждую деятельность вводится отдельная лицензия. С марта получатели Дальневосточного гектара смогут оформить кредит по сниженной ставке от 8 до 10%. Это пилотный проект. Займ будет предоставляться до 5 лет на сумму до 600 тысяч рублей. Средства можно будет потратить на обустройство участка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...